Так, поверхность высохла. Шершавая. Здесь прикрутил еще гипсокартон. Сейчас погрунтую его просто обычной грунтовкой, глубокое проникновение. Одну часть грунту и одну нет. Точно также будем проводить эксперимент, как погрунтованность не держится, как будет держаться не на грунтованной поверхности. Обязательно используйте средства защиты. Так, это пошпаклевали, ждем пока высохнет. Здесь делаем просто грот. Направо я сейчас буду делать гроты. Она не грунтованная. Левая грунтованная. Это не грунтованная. Попробуем и просто на краски, просто на эмаль. Подытожим. На эмалевую поверхность нанес кварц грунт СТ-16. Вот. Нанес. Потом сразу по грунтовке кварцевой сделал грота декоративку. Ну, без разницы, что просто обычная штукатурка гипсовая нанес декоративку. Потом нанес шпателем тонкий слой поверх кварцевой грунтовки. Шпателем просто, ну, на сдир, можно так сказать, прошпаклевал и на него тоже нанес декоративку. Дальше. По вопросам, как оно сдирается, будет ли, что потом делать, это вот я сделал на листе гипсокартона. И еще один вариант. Сейчас я на ходу придумал. Оставался раствор. Просто на эмалевую поверхность. Без грунтовки, без ничего. Рукой тоже пыль смел. И нанес гипсовую штукатурку. Посмотрим, с чего легче дерется. Штукатурка я не знаю, какая у меня там оставалась. Где-то я чуть-чуть там пол ведерка забрал, чтобы не выкидывать гипсовая штукатурка. Скорее всего, волна слой, потому что у нас тут в городе такое часто люди покупают. Так, все высохло. Тут вот чуть-чуть осталось, но это уже не могу ждать. Хочу попробовать. Начнем с самого простого. С эмали. Как декоративка держится на эмали без никаких либо подготовок. Ну, я думаю, что отвалится очень легко. Вообще, легко. Сейчас эти попробуем. Никаких проблем. Как и предполагалось. Как и предполагалось, очень легко снимается. Даже особо не напрягается. Во, прям кусками отваливается. короче, я думаю, что это вообще можно все снять. Короче, эмаль вообще ничего не держит. Ну, не знаю, если без деформаций никаких, если просто будет на стене. конечно, если не трогать, вот так вот не колупать. то, в принципе, может держаться. В принципе, если его вот так вот, вот видите, если вот так вот не колупать. так вот так вот, вот так вот, вот так вот. будет держаться, если не дергать его. Всё, как и не было. Так, ну, как и предполагалось, на эмале плохо держится. Ну, конечно, есть свои плюсы и свои минусы. То есть, минус в том, что если какая-то деформация или вам нужно крутить саморез, он всё равно со стены может вокруг дюбеля, который вы будете крутить, или саморез может приподнять эту штукатурку, и она вот отвалится. Так, что ещё? Минусы, понятно, вот такие вот, что она может упасть. Но, если не трогать её, может держаться. Ну, конечно, если какая-то вибрация по стене, или ещё что-то, то может отвалиться. Короче, не рекомендую на эмаль чисто наносить какие-то шпаклёвки, какие-то такие жёсткие материалы. Жёсткие материалы не держатся на эмале. Дальше наш тест продолжаем на грунтовке с кварцевым песком. Кварц-грунт или грунт-краска, или циррозита-116 грунтующая с кварцевым песком. Как помним, вверх у меня был погрунтован по эмали кварц-грунтом и нанесена декоративка. Просто декоративка из штукатурки. Пробуем. Вот тебе на. Вот. Штукатурка отстаёт от орунтующей краски. Вот оно что. Интересно, интересно. Так. Вот. Чётко отстаёт, смотрите. Вот отстаёт. Хоп. Вот оно что. Интересно. Так. Давайте попробуем стереть грунт-краску от эмали. Ну, не прям пластами снимается. Просто царапины. А вот штукатурка от краски отстаёт неплохо. Вот. Очень интересно. Непонятно почему. Почему так происходит. Потому что это высохло давно уже высохло. Потому что я низ доделал потом. А это было высохло. Этим вообще легко. Очень легко. Очень легко. отстаёт, как от эмалевой краски. Точно так же. Ну, это уже эмаль снимается. Так, что вывод. Почему-то штукатурка отстаёт от грунтовки. Грунтовка, как эмали держится неплохо. Теперь спускаемся ниже, где у нас кварц грунт был предварительно пошпаклёван штукатуркой. Просто тонкий слой штукатурки я прошёлся шпателем на сдир по кварц грунту. Потом нанёс декоративку. Посмотрим, что же внизу делается. Точно так же от кварц грунта отстаёт штукатурка. Конечно, сложнее, сложнее чуть-чуть. Потому что площадь контакта с кварц грунтом больше, чем была сверху, где я декоративку нанёс сразу на кварц грунт. Было сверху легче без шпаклёвки. Со шпаклёвкой, конечно, чуть-чуть сложнее. Вот такая ситуация. Что-то кварц грунт не вступает в контакт со штукатуркой гипсовой. Возможно, я потом ещё позже попробую, так как кварц грунт у меня остаётся на эмали, я попробую плиточный клей. Пройтись, прошпаклевать плиточным клеем и посмотреть, что получится, как плиточный клей будет держаться к кварц грунту. Но это будет в другом видео. Итак, вывод. Кварц грунт работает слабовато с штукатуркой. К эмали кварц грунт держится хорошо. На моё удивление, держится хорошо кварц грунт к глянцевой поверхности. Штукатурку не стоит наносить сразу на эмаль, потому что она отстаёт вообще легко. Кварц грунт держится хорошо к эмали, но к кварцевой грунтовке слабо держится штукатурка. Не знаю, от чего это зависит, пишите свои мнения. Мне очень интересно, почитаю, что я сделал не так. Ну, эксперимент продолжается. На то он эксперимент. Это у нас лист гипсокартона. С этой стороны я не грунтовал совсем. С этой стороны погрунтовал грунтовкой глубокого проникновения. Сейчас посмотрим, какая из них штукатурка легче отстанет. Начнём с неврунтовой. Нет, не отстанет. Она, как обычно, отстаёт. Так любую штукатурку можно сдереть шпателем. Шпатурку или шпаклёвку, любую можно так перетереть. Сейчас попробуем грунтованную. По ощущениям, конечно, грунтованная стена чуть-чуть жёстче. Это чуть-чуть попроще. Ну, как мои ощущения. Лучше, конечно, погрунтовать. Просто грунтуем гипсокартон или шпаклёванная стена. Можно спокойно погрунтовать. Грунтовка глубокого проникновения. Она не настолько дорогая. Грунтуем, шпаклюем, делаем декоративку, не проблема. Не грунтовать, конечно, я не советую. Просто укрепить поверхность. Вот здесь сбить пыль. Тем более, если грунтовать макловицей кистью широкой. Будет всё неплохо. Сметётся пыль и погрунтуется, укрепится основание. И лучше закрепится к ней штукатурка. По поводу кварцгрунта я, конечно, удивлён. Я думаю, что знатоки мне напишут комментарии, что было не так. Что какие-то нарушения, может быть, или ещё что-то. Не знаю. Короче, кварцгрунт. Короче, штукатурка от кварцгрунта отстаёт. Ну, чуть-чуть сложнее, чем просто от эмали. Может быть, в разности жёсткости. Кварцгрунт жёсткая, конечно, поверхность. А штукатурка мягче. Может быть, как-то от этого зависит. Не знаю. Пишите комментарии. Мне ваше мнение интересно. Вы увидели, что как отстаёт. Поэтому выводы делайте сами. Остался открыт вопрос. Как же всё-таки демонтировать штукатурку с стены. Когда она всё-таки надоест. Мой вывод. Демонтировать её будет непросто. Можно, конечно, её грубой наждачкой перетереть. Если она будет покрашена просто наждачкой 80-кой, 60-кой. Грубая-грубая наждачка взять. Всё перетереть. И потом уже поверху можно, конечно, пошпаклевать. Просто шпаклюем по вот этим верхам. Они у нас будут как за маяк отвечать. Шпаклюются. И всё. И поверху уже обои или ещё что-то. То есть, вот такой вот вывод. Просто демонтировать сразу же под ноль не получится. Получится только если мы как на эмаль нанесём поверхность. Тогда демонтируется вообще отлично. Итак, вывод сложившейся ситуации. Кварцгрунт держится на эмали отлично. Это раз. Грунтовать поверхность, если шпаклёвано, если гипсокартон, лучше грунтовать. Хуже не будет точно. Штукатурка держится на грунтованной поверхности немного лучше, чем на неогрунтованной. У меня не сильно был запачканная эта часть. То есть, в принципе, можно сказать, он был чистый. Если пыль была, вы там потолки затирали или ещё что-то, грунтовать обязательно. Эмаль держит плохо штукатурку. Малейшая поддеть немного шпателем штукатурку, она с лёгкостью отстаёт. Буду писать дополнительное видео по кварцгрунту. Нанесу клей плиточный, посмотрю, как будет держаться. И дополнительно я гипсокартон пошпаклюю. И посмотрю, как будет держаться декоративка по шпаклёванной поверхности. Так что подписывайтесь на канал. Делаю дома декоративку на одной стене. Там я применяю, конечно, не новые технологии, старенькие, но действенные. То есть, в принципе, каждый из вас сможет сделать такую декоративку у себя дома самолично. Используя минимум инструмента, то есть моя цель о том, чтобы не научить вас, как делать, а показать, как можно сделать из дешёвых материалов самому дешёвым инструментом, который, возможно, можно купить в любом магазине или же сделать самому. То есть, такой инструмент, который может быть у каждого. Это не профессиональный инструмент. Потому что, как мы знаем, профессиональный инструмент стоит дорого. Профессиональные материалы, которые специализированные для декоративок, они стоят дороже, чем обычные. Никто не спорит, что они лучше, они смотрятся красивее, они крепче. Рекомендую, конечно, покупать и делать работу из тех материалов, которые для этого предназначены. Если вы хотите дешевле, если хотите сэкономить, конечно, можно сделать из обычной шпаклёвки, из обычной штукатурки, из обычной краски. Поэтому выбор за вами. Смотрите, сделать себе красиво, пожалуйста, без проблем. На продажу делать, не делать, не знаю, сами решайте. Продолжение следует...